короче решила я отварить тыкву взяла такую кастрюлю меня на 8 литров положил туда тыкву я думаю она станет такая маленькая по сравнению с этой гигантской кастрюли но нет блин она тыква она просто там в воде плавает знаю как получится у меня надеюсь то что она отварится а я смогу и разрез на что мне не получается ее разрезано очень жесткая вот что нас а сейчас варится и потом мы ее с вами будем резать и также у меня здесь перемешивается хлебушек мой как уже хорошо перемешался женой я уже один раз с вами готовой перри без вас уже один раз готовлю сейчас я снова второй раз готовлю и вот наверное уже третий раз мы будем готовить вместе с вами я посмотрю как там у что как получится потому что был написан рецепт неправильный и я сама добавляла естественно обозже что я приготовлю по правильному рецепту посмотрим какой он получится и только потом уже 3ц под правильный я мы будем готовить вместе с то есть отдельным роликом то есть неправильный рецепт я не буду давать зачем смысл здесь можно стать силиконовой лопаточкой помогать вот то белое пятно ну ладно не будем ей мешать вот здесь у меня чесночок сушится сушу я его на 60 то есть в прошлый раз я прибавил побольше он у меня получился что поджарился в этот раз я не буду торопиться пускай сколько надо столько и сушится в этот раз у меня время есть я знаю то что все получится все будет хорошо хотя немножечко он уже потемнел единственное тут его надо двигать обязательно горячий сушу ставить сушилку меня целый день отдыхать только ночью а еще нужно отварить картошку я буду отдельно я думала хотела картошку я думала найти такую гигантскую стройку там ляжет такая маленькая тыковка будет и я по бокам разложу картошку нифига она все пространство заняла картошка будут отдельно варить в отдельной кастрюшки поэтому пока так ну вот смотрите хлебушек у меня испекся тут он еще немножечко влажненький вот спекла его в новой форме покупала ее в икее она алюминиевая для кекса но я купил ее для хлеба хочу попробовать хлеб продавать не знаю попробуем сейчас как он там получился это у меня ржаной бородинский вот в принципе уже говорил и смотрите она очень тонкая вот прям тонкая в другом магазине я видела тоже алюминиевую она прям толстая миллиметров 7 наверное вот ну там была она прям такая вот маленькая считаете стандартно где-то бухан где-то вот так она была вот так где-то вот так половинку за стандартной буханки мне не понравилось вот хлебушек давайте посмотрим с этой стороны вот так он выглядит с этой стороны ждала пока он долго поднимется следующий раз буду немножечко муки добавлять побольше на 100 грамм наверное потому что форма очень длинная форма кстати в ней литр 800 вот даже не полтора литра и не два чуть побольше полтора вот обычно моей формы немножко поменьше ну завтра будем с вами проводить я оставлю кстати в ночь оставлю прям именно так вот к верху пузиком скажем тогда что он тут влажненький он за ночь немножечко такой станет хрустящий вкусный вынулся кстати он довольно неплохо ну вполне хорошо пришлось конечно не потрясти я слышал что там звуки есть какие-то что он двигается но ну-ка ну вынулся ладно хорошо в принципе и форма кстати смотрите она довольно чистая то есть нужно ее сейчас я замочу помою ну следующий раз посмотрим как она отмоется я думаю все будет хорошо как дима спит вот так дима спит и ты так храпишь ой как ты храпишь голову положи положи голову как дима спит короче смотрите ребят каждый раз я захожу каждое утро и что я вижу короче дима занялся ремонтом да вот все побросал на пол это старые обои тут еще дайте у тебя старые обои ты будешь ремонтом заниматься да дим новый ты будешь клеить дим повлекись новый клеить будешь обои что ты смотришь на люстру я не понимаю зачем ты на люстру смотришь что а ты хочешь потолок тоже да потолок тоже хочешь поменять да у тебя ремонт и панкерс тоже да ну панкерс сейчас мы с тобой дима только-только проснулся а время уже там 10 лет 10 время я с трудом встала будильник меня прям поднял обычно меня дима поднимает начинает разговаривать чуметь а это он спит хорошо что я поставила будильник иначе ему сейчас дрыхли бы наверное до часу да а у тебя солнышко солнышко тут прям балкон ну-ка тут жарища тут жарища тут у нас манеж лежит мы его продавать будем горшок скоро будем дима на горшок приучать сажать тут у нас мешок с игрушками развивающими игрушками на будущее покупала убирала шкафчик он сейчас везде лазит их достает и были бабушка с дедушкой по папиной линии они хотели их выкинуть вот зачем они нужны они же он все равно них не играет их надо выкинуть и поэтому пришлось убрать не знаю нужна какая-то коробка чтобы просто в коробку убрать и пока что они лежали потому что я знаю то что сейчас их купишь а потом будет сложно найти так что тут было ой класс какой ой как классно на улице стекло тут что то какое то блин как классно хочу гулять завтра гулять пойдем это все не знаю а в чем люди ходят кстати у нас плюс 14 должно быть завтра даже не видно через карты так солнечно классно вообще и бутылка обязательно висит на ветке бутылка вот она и с той стороны у нас тоже бутылка на крыше лежит что только не лежит совок не совок а это лопатка класс вообще на улице кстати снег растаял смотрите за пару дней здесь был прям как зима я показываю по моему вот тут вот было тут все в снегу это осталось только там зима потому что а с нашей стороны стой уже все вот она грязная надо кого нибудь пригласить чтоб мне помыли в окнах хочу окна помыть вот кстати вот эти сетки я очень люблю мыть натираешь их губкой а по моему в каком то влоге мы с вами их мыли я не помню даже уже ну их легко мыть а вот окна я не люблю умыть это сложно потепление ну что ты ты ремонтом занялся ты занялся ремонтом ты когда успел скажи мне вечером ты уснул вырубился быстро с утра ты уже тоже спишь время уже одиннадцатый мы с тобой это время кушаем а ты спишь когда ты успел ты успел ты когда какой стене твоя кровать двигать скажи мне здесь вот уже дырочка здесь вот вот она тоже сюда его подвинешь отсюда он начнет все сдирать тебе вот правда дим надо было просто стены голые да без обоев и все просто голые стены как у моей мамы на кухне шикарно кстати смотрится единственное если спачкает то наверное не знаю там как помыть дед дед приедет будет ругаться не лазит скажет ой 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 какой шедевр да дед скажет шедевр да особенно это прям на кактус похоже с этой стороны оборвать вот так будет прям кактус прям мозаика а тут не оторвалось да да ну давай пойду готовить кушать а я тебя попить принесла я тебя принесла попить тепленькую водичку кстати сейчас мы твои обои отодвинем не приливай ну ты что специально что ли обои сейчас намокнут мне еще потом сушить надо будет да ой как хорошо то да сейчас мама кушать приготовит мы сегодня с тобой будем тыквы суп пюре тыквы делать да суп пюре тыквы будем делать с тобой там же речи наверное не вот кстати с Диминой Диминой лоджии очень жарко всегда жарко у меня на балконе вечная холодрыга даже летом выходишь открываешь и оттуда просто холод вот Дима попьем давай Дима не хочешь? ну как хочешь говорите тут давай будешь сделать ремонт сегодня будешь заниматься ремонтом ты сегодня будешь заниматься ремонтом ммм ммм ой ой что это такое что ты показываешь что ты показываешь что ты показываешь где ты будешь делать ремонт где ты будешь делать ремонт покажи где ты будешь обои новую клеить да интересно как дед будет это все делать так ну вот смотрите хлеб он остудился с виду кажется таким черствым как будто но внутри тут он очень мягкий ну за счет того что он довольно наверное узенький такой получается корочка может быть поэтому так кажется ну не знаю будем печь дальше пробовать что как получится тут прям жесткая такая попробуем белый может быть еще из печь тут очень мягкая рецепт в принципе получился довольно хороший единственный пересоленый то есть одна чайная ложка сахара ой солим недосоленые две перец соленый видимо полтора будем пробовать полтора значит я попробовала в целом он очень вкусный вот я делала рецепт прям как положено и изюм здесь и кориандр то есть прошлый раз я делала без всего этого вот ну тоже было кстати вкусно изюм изюм кажется знаете как будто кекс какой-то ну еще форма она больше для кекса в принципе подходит сейчас мы будем кушать зимой каши с утра с компотиком у меня две котлетки и цикорий со сливками и вот тут у нас стоит лежит вернее тыква греется теперь вчера она остужалась я так не дождалась уже три часа ночи было я опять легла спать поздно этот интернет прям отбирает все время вот буду ее чистить ну да буду чистить 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 и сегодня буду делать тыквенный суп пюре вот и тут у меня еще есть картошечка вчера не отварила тоже она приходит в себя греется немножко потому что холодно неприятно что-то он вообще расти кстати перестал надо ему воду поменять забываю все время готовлю я тут тыквенный суп пюре вот она тут тыковка сначала размешала я тыкву с картошкой что-то она тяжело мешалась я решила что сначала размешаю эту тыкву вот и следующий у меня будет картошка уже вот тут чуть-чуть есть вложила я себе красиво смотреть как получилось вот тут прям такие вот круги немножечко он прям как пюре больше ну там у меня немножко еще есть тут бульончик у меня из индейки я его добавлю и картошечку картошечку я чистила сухарики еще вчера сделала не знаю может вместе с супом пюре но не знаю насколько они хорошие потому что хлеб какой-то был черствый вот покупали мне выразители не знаю он уже был просто взяли чтобы вот ну и сделал сухарики посмотрим сухарики не понравились тогда наверное я сделаю с него квас скорее всего потому что он уже был жесткий и не знаю буду ли я есть эти сухарики сейчас жесткие мне такое жесткое нельзя есть смешно